Бенефис садовода В любом случае это будет точно отражать состояние дел, потому что в данном случае мы с вами будем говорить о человеке, который украшает сад, и сейчас это докажу. Естественно, что сад украшает ее. Это так оно и должно быть всегда. Люди с такой душой, с хорошей душой, а садоводы – это лучшие люди на планете, сами знаете. Единственное, что садоводам научили калечить деревья, еще от этого отказаться, расцветет страна. И сейчас, представляя вам удивительного человека, Елена Александровна Савинича, я лишний раз хочу сказать. Я надеюсь, что это принесет пользу. Мне принесло пользу общение, всю жизнь страдал от одиночества. Вокруг столько замечательных людей, я все время вспоминаю, уже как анекдот. Придет ко мне приятель, налей, ну, налей рюмочку, выпьет. Пригорюнится и говорит, у меня дома пять женщин. Жена, теща, три дочки, а поговорить не с кем. Ну, а мне повезло. Смотрим, это удивительный мир. Здесь только часть фотографий. Мы остановились, первый серий, вот на этой фотографии. Вот, но это же бенефис бенефисом. Но самое главное, это что мы тут делаем. Вот, и она ищет. Что можно найти? Здесь можно найти новое знание. Здесь можно найти новую технологию. Одно из них, я не снимаю специальный фильм, но я вам показывал фильмы, где толстый-толстый слой. Это самое, знаете, как по-украински сникерс. Вот, я люблю, чтобы не было грустно пошутить. По-украински сникерс, это толстый, это сам, нет, не так. Это шмат сала и толстый-толстый слой шоколада сверху. Ну, это когда-то такая была реклама, переделанная реклама. А здесь мы ищем клад. Этот клад зарыт там под землей. Там удивительный мир. Вот, зимой мы только раз снялись, я покажу, подошли к этим деревьям, сфотографировались, все, уходи по этим же следам, не вздумай тронуть нас-то. Это святое. Снежный нас-это святое. А те самые странные феи, назвать себя феями, калечить деревья, а потом в данном случае устроить эти самые пляски, как они, есть еще пляски, половецкие, типа половецкие пляски. Вот, назвать это снегозадержанием. Калеча нас, которые служат в защите от морозов. Но мы-то с ней, с Селенса, нормальные люди. Я говорю, вот это самое, ну, покажи людям, как. Она не споленилась, стала на колени. Вот. Мы здесь ищем, как они затаскивают черви этих самых, последние листья. Был громадный, толстый-толстый слой, нет, нет, не шоколада, а толстый-толстый слой листьев, и еще была скошена трава. Посмотрите. Вы скажете, ветром унесло? Да, немножко там унесло туда, под забор. Но это мало. Тут был такой огромный слой. Если бы собрать всю кучу, куча была бы с домом. Ну, если сгрести кучу. Мы кучу не сгребали. 90% органики уже под землей возвращаются откуда положено. В дерево. Ой, сколько радиодных фотографий. Там готовая система. Она это уже знает. А вы еще, кто на нашей старой гвардии знает, новички не знают, но вы удивлены будете. Нельзя даже ходить, иначе затопчем выходы червячные. Это вентиляция, канализация, аэрация. Это огромная подземная часть природы. Почва. Почва. При слове почва, оно должно вызывать священное какой-то трепет. Почва. Все жизнь там сосредоточена на нашей. Все наше здоровье. Мы без почвы давно бы умерли с голоду. Без червей, без этих, без этих самых. Здесь нетронутые муравейники. Не дай Боже одного муравья обидеть. Я на будущее говорю. Дураки придумали. Им надо было статьи писать, надо было выдумать кучу врагов, чтобы заработать серебряники за статью размеров страницы и людей. А сейчас же хуже, страшнее. Лайки, лайки. Подлые, предательские. Вот. А мы говорим, ничего не заделать. Ну, почему здесь мало травы, почему здесь что-то не мог растянуть. Да потому что летом здесь тень 100%. Эти деревья летом дают такую тень. Это кажется, они маленькие. Летом они огромные. Вот одна фотография. Вы уже поняли. Почва это святое. Нельзя трогать, нельзя. Когда-то будет так. Еще раз, пусть я задержу разговор. Почва не трогать. Ни один лист не трогать. Без необходимости. Но необходимость это такие жесткие правила, а не то, что каждый год надо отрезать. Весной надо резать год четыре раза. Идиоты пишут. Это здесь же. Видели в прошлом этом? Так что там далеко ходить? Правда, мне сразу зло берет. Вот. Когда сюда лезешь. О, кстати. Вот он я. Видели? Я сейчас уже попадаю в Яндекс. Это прибавило под этих. 3500. Ну, уже просмотров больше. У нас еще не как миллионок, где учат убивать. Но уже дело сдвинулось. Вот. И что получается? Получилось? Это еще не все сказал. Вот. Там грибы. Там корни, которые нельзя трогать. Там единая пищевая цепочка. На дерево, с дерева, на дерево, с дерева, на дерево, с дерева. И обходится прекрасно без... За 30... Вот этот кусочек, брать не буду, свежий. Куплен лет 18 назад. Прикуплен вот это. Именно вот эта часть. С тех пор ничего тут не делал, только косил. Ни одного полива. Это бывший питомник. Поэтому на второй, третий год уже за деревья не ухаживал. Что они такой вид имеют? Извините, они избиты морозами капитально. Вот. Судьба такая. Но умирать ни одно свою смерть не убрал. Десяток спилили только потому, что надо хоть место освободить. В стране для нас места нет. Вот. Вот Елена Александровна чем занимается. Здесь... А если обратить внимание? Да, видишь, что сибирская штамба. Согласны? Что штамба? Согласны? Ну, дает вот эту... Вот вторую ветку дала. Ну, ничего страшного. Уже чуть-чуть стал куститься. Куститься она, знаете почему? Потому что вот здесь я отрезал. И вживил побег. Вишни, которую я называю. Вишни сибирской штамбой. С генами черес. Видите, как они отличаются? Вот он побег. Вот где она держит руку, там прививка. Дольше рассказывать не буду. Она уже знает. Еще будут статьи. Вот. Еще будут статьи. А это то же самое дерево, видите? Но с другой стороны. Видели, где привито и как привито? Здесь прививка в центральный проводник. Обычно я пропагандирую прививку самой земли. Здесь просто не получалось. Вот. Сильно толсто было. У земли. Так. Ну. Оставить без комментариев. Как же быть-то? В общем, особое дерево. 16 прививок делал, 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 делал. И вот это мой рекордсмен. Знаете почему? Это манжурский абрикос. Которым росли персики, сливы и абрикосы. И постепенно все до единого она уничтожила. Все до единого. Это в крайнем случае. Но потом еще одним. У меня вебинар завтра. Уже считайте через сутки. Завтра у нас будет, ребята. А, вы не успеваете фильм увидеть. Пока его сделает наша девочка Лера. Косовская студентка. Ой, абаканская студентка. Которая подрабатывает, монтируя за 200 рублей штука. Вот. Уже, наверное, вебинар-то пройдет. Но будет следующий вебинар. 5 понедельник. Каждый понедельник. 16 по Москве. Записывайтесь. Вот тут очки. Смотрите. Вот тут очки. Сейчас. Ага. Вот. Видите. Вот это вот моя гостевая книга. Может подлиннее. Набирайте. Я вынужден сказать. Александр, извините. Отвлекся от вашего бенефиса. Значит. В Яндексе. В Гугле. Три слова. Сайт садовода Железова. Вот так вот. Набрали. Вот я сейчас набирать не буду. И попазываетесь. Вот тут. Автоматом. Да. Вот. Уникальные. Вот видите. Что это за сайт. Здесь можно вырастить. Используя вот эти 5 серий. Вот они. Вот. Это делается так. Человек ко мне обращается. Караул в Подмосковье. Глина. Вода близко. Вот. И я в 5 сериях. 2 с половиной часа я рассказываю, как в Подмосковье вырастить. Причем реально. Ребята. Реально. 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 Вот. Вот вам и сайт, для чего нужен. И здесь можно найти все. Вот. Опа. Все. Ухожу, ухожу, ухожу. Терпеть ненавижу эту. То, что называется. Это. Как она. Выключил. Только увижу рекламу. У меня сразу шесть дыма. Итак. Много чего. И самое главное. Тут есть фотогалерея. Но часто показывал. Неудобно. Вот. Одна на всю планету такая. Это то, что, как назвали. В прошлой серии я говорил, что главному редактору, который хотел меня познакомить с московскими учеными, лучшими, сказали, мы его знаем. Железов, проходимец. И вот она гостевая книга, проходимся. Видите? А в гостевой книге, ну, рекламу убираем. Здесь идет нормальная переписка. Вот. Дети ели салаты. Кому-то не понравилось. В итоге подали на директора в суд. А потом, что случилось несколько дней назад, ребята? Елена Александровна, прости, я отвлекся от бенефисия. Не могу, я трясет внутри. Приезжает Абакана этот садовод. Простой, нормальный садовод. Вырастил саженцы. Продать не мог. Мои эти, сартообразцы, мои клоны. Не мог по дешевке продать. Никто не покупает. Я уверен, почему. Половина из-за нищеты. А у нас же, мы все лучше живем, уже в курсе. Тереза, смотрите. Вот. Половина из-за нищеты. А вторая, потому что уже руки опустили. Уже ни хрена. Тысячи, сотни тысяч посадили, те же абаканцы. Все мертво. Вот. И он понес их в деревню. Ой, в школу. Договорился с директором. Директор была на своем небе, от счастья. А когда пришло время, он привез их, она отказалась их принимать и садить. А там надо-то было привезти машину с земли. Рано запретило. Сказали, дети подхватят палочку. Дети бы подхватили палочку садоводства. Еще раз. Садовод – это не профессия. Запомните, друзья. Садовод – это диагноз. Я свою палочку подхватил в семь лет. Первый класс. Мы с учителем садили вишню. Я вот все запомнил. Видимо, это было где-то бито в голову каждого учителя. Даже не учителя биологии. Просто учителя. Ну, в школу-то было четырехлетка. Вот. Ямка. Я держен. Держи на весу. Расправили корни. Он закопал. И ям палочку подхватил. А директоры – это Рано. Это люди, которые в итоге подали на директора за недоконное предпринимательство. И вот так в стране все-все-все-все извратили. Извините, Елена Александровна, отвлекся, потому что я не могу по-другому. Но и сюда я зашел не из-за этого. Понедельник 27-го в 16 часов. Каждую неделю в 16 часов. Каждый понедельник. Значит, пройдет 7 дней. Уже будет в это. Первый, честно говоря, января. Пока будем сидеть дома, будет следующий вебинар. Потому что уже первого похмелимся. Второго. А это. Нет. Первого. Шучу. Все. Ухожу. И вот здесь регистрация. 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 Регистрация на вебинаре через почту. Через контакт. Через личное. В общем, поняли, да? Возвращаю. И очень, ребята, мне стыдно. Но я по делу. Так вот. И такие случаи особые. У меня есть такие случаи уникальные. Но я как раз-то на вебинаре собираюсь рассказать. Здесь-то мы про Ирина Санна. Так. Пошли дальше. Вот. Ну, можно было и вот эту прокомментировать. Но я уже боюсь. Вот. Это страшная рана. Это разобоина на черешне. И я говорю, никаких этих самых замазываний. Никаких... Как это называется? Сперва сдерём всё. Сперва вырежем страшную рану. Потом... Не трогать всё. Это моё мировоззрение. Надеюсь, Ирина Александровна тоже мировоззрение. А здесь мы ищем червячные ходы. Вот. А здесь получилось так, что... Где это самое? Дерево спилил. Это был... Это была черешня. А... Причём черешня жёлтая. А вот эти побеги пошли. Это отводки от нижней части. То есть от подвоя, от красной вишни. На которой была привита жёлтая черешня. И теперь я жду чуда. Я жду жёлтые плоды на вишню. Или вместо вишни. И так далее. И потом мне столько надо собирать этих факторов. Я один. Нас мало. Вот. Я говорю, то же самое сделала бы наука. Сто кратно, тысячи кратно. Да казалось бы, что Ирина Александровна существует. А казалось бы, что её не существует. А значит, меня нет. Ирина Савинича нет. Пожалуйста, доказывайте. Две с половиной тысячи вырасти деревьев, чтобы одну получить веточку нового сорта. Тьфу. У нас, скажем, второе дерево нового сорта. Ой. Вот он, волчок. Его надо уничтожить. Да. Вот он, волчок. Вот она держится рукой за волчок. Только этот волчок оказался вовсе не это. Как нежирующим. Знаете, им уже название придумали. Страшное. Чтобы их легче рука отрезала. Вот эти ветки вертикальные, которые растут в неположенном месте, в нижней части. Тут же штаб должен быть. Его надо в любом случае уничтожить. А их ещё назвали жировик. У-у-у. Ах ты жирёшь. Это питательное вещество. Ах ты сам не плодоносишь. Не даёшь расти дереву. Дурь. Подлость. И такое невежество. И всё это пропагандируется тысячекратно. Против моего одного раза. Почему я сейчас говорю? Помогите. Я говорю всем, ребята. Скиньтесь граждане по копеечке. Это ещё. Соберём 10-20 тысяч. По 200 рублей. Я не прошу 20 тысяч. Я не прошу тысячу. Я прошу 100 или 200 рублей. И мы с девчонкой, с этой, с студенткой, сделаем ещё 70-80 фильмов. И покроем эту разницу. Потому что тысячекратно у них учат убивать деревья. Нам надо хотя бы эту цифру сократить. Чтобы было не один против тысячи. А хотя бы сто против тысячи. И появятся всё-таки сады. Так. Ну, в принципе, это. Это те самые деревья, которым пошёл четвёртый десяток. Уже аж таки. А что сделать? Вот на этом дереве. Есть такая прогулка по зимнему саду. Я подхожу к нему. Тут всё в снегу. И вот это дерево. Я показываю, что на нём. Тут получилось как. Обратите внимание. Это весна. 2001 года. А сейчас декабрь 2001. Годом раньше я с него ещё срезал черенки. Уникальное дерево. Плоды от 100 до 110 грамм. Чёрт. А в этом году я ещё это самое. Даже продавал. А в этом году. В фильме в этом зимний я подхожу. Они ещё больше веток дали. Я не трогаю. Боюсь ни одно не тронуть. Дерево наладным дышит. Столько. Там примерно я посчитал. Там получилось 30 веток на 6 тысяч рублей продать. Я эти 6 тысяч рублей никогда не получил. Но не могу я срезать. Не поднимайся рукой и всё. Вот я пожался. А ведь это не просто. Это я её назвал крупноплодной железой. Это бывший академик. Но это такое чудо. А что вы видели же эту. Или если не видели. Зайдите в фотогалерею. Только без валидола не суетесь. Впера валидол. Потом нажимаете. Фотогалерея. Сайт железо. Ну вот она. Ну вот она. Эти персики. Она уйдёт в Красноярск. Так. И. Вот. Благодарны за её работу. Как я это так это. Нашёл такие слова. И посадит. Вот я и сказал. Ищи теплицу. Красноярск. Или под снег. Или теплица. Или низкостамбовая форма. Вот видите. Персик стоит от неё рядом. Вот он. Как бы сказать. Вот он. Персик. Значит. Вовремя бы вот эти ветки бы разодрать. По сторонам. И накрывать. Или наоборот. Жгут. И. Это самое. Нетленным материалом. Ну то есть. Не таким материалом. Не хлопчатобумажным. А нетленным. Вот. Связать в жгут. И целиком спрятать от мороза. Но я этого не делаю. У меня это моя принципиальная позиция. Вот он персик. Вот она персика везёт. Только Савянск. Это всё-таки 500 километров до севера. Это не шутки. Вот. И всё-таки персики у неё плодоносить будут. Ну. Что вы хотите. Найдёт. Спрячет. Или под снег. Или найдёт теплицу. Самое главное. Два раза вот этот побег. Ну а потом будем любоваться. Что получится. Вот. А этот цветёт. Это когда было? А. Это в этом году. 12 мая 2021 год. Этот цветёт. Этот самый. Чёрный абрикос. Вот. Потом я показывал фотографию плодов. А. На вебинаре предыдущем я показал. Всё нормально. Так. Ну уже этого я не буду. Как называется. Комментировать. Вот. Я начал уставать. Второй подряд фильм. 21 минута. 29 минут закончится сам. Итак. Я вам показываю вот это поле. Вот этот кусочек. Плюс домик кирпичный. Вот. Он стоит. Ой нет. Это там. С той стороны. С этой стороны не продаётся. Нет. Это мой друг. Телемастер. Саша. Хозяин. Вот. Я не стал это самое. А вдруг. Когда-то сказал. Продам. Потом. Неудобно напоминать. Год молчит. И каждый год распахивает. Вот. А здесь. Забор мой. Вот эти абрикосы мои. С его стороны. Я ему через забор передал. Он посадил по моей рекомендации. Не обрезал. Ничего. Только привил. Маленькую прививку сделал. И вот я сейчас смотрю с тоской. И думаю. На садна. Как-то мне хватает такого куска. Всё бы это. Засадили бы. Супер сортами. А это вот. Впервые я вырастил из косточки. В данном случае академики. Посадил на. Я уже рассказывал. На место. Чисто глинистые. Растут плохо. Это правда фотография. Была сделана. В середине лета. Но сейчас они поднялись к осени. Уже где-то и по пояс. Чуть выше. И со следующего года пойдут быстро. Потому что у нас есть. Третий год. По моим наблюдениям. Начинается настоящий рост. Вот здесь пожалуйста. Видите. Чуть получше. Вот. Вот там за её спиной. Вот эта самая яма. Куда я складываю бытовой мусор. А с этой стороны ямы растёт персик. Вот тут. Ну и совершенно. Вроде бы был незаметный. А вот он. Вот он. Видно за её левым плечом. А вот здесь вот растёт слива. И они уже начали питаться от этой ямы. Которую никто не хочет делать. Вот. Вывозя с дач. С присаденных участков. Из клаи квартир. Самое ценное. Что может только быть. Будущий гумус. То есть бытовые отходы. Сдавали бы бутылки и пластмассы. Всё остальное должно садить у себя. Я жду когда хоть один человек придёт к власти из наших. Поднимет эту тему. Уже на расширенном заседании академики. Чтобы уже академия сказала советское слово. Прекращаем уничтожать органику. Вся органика. Её если брать в целом. Она же нарастает. Она нарастает. Вот. Это по Темирязеву и по этому самому. По Полежаеву. Она нарастает. Но. Медленно. А мы 7 миллиардов. Таких как бы нас назвать. Нас людьми то нельзя назвать. Потребители как бы. Какие то эти самые. Вот. С кем сравнить не знаю. Если весь мир. Если вся природа органику перерабатывает. И возвращает до последней молекулы. До последней клетки. Возвращает. То мы забираем и не возвращаем. И сколько бы я ни долбил. Яму. Яму. Садите. А потом посадите рядом. Этих парочку этих самых. Деревьев. И все. На всю жизнь. Вот. Смотрите. Видите вот этот песик. Который от нее справа. Вот он возле этой ямы. Еще раз. Это важнейшая тема. А Алина Александровна. Это моя совесть. Чтобы все что я говорю. Скажет нет. Не было этого. И фотографию это самое. И яма не его. Понимаете. А если скажет. Что это все. Искренне железу говорить. Это мне добавит. Это самое. Доверие ко мне. Вот видите. За ее плечом. Вот он персик. А вот он слива. Вот. Это им третий год пошел. Росли плохо-плохо. И наконец. Уже вот сейчас получше. А сейчас он. Я не знаю. Жалко. Там ее братец Иван. Иванушка. С линейкой. Она уже. Умудрилась к осени. Два раза. Посюду раза. Вырасти. Вот. Сейчас я начинаю. Уже думать. Так. Ну будем считать. Что это. Вы видите. Корневые отводки. Один Саша с этим. Со штампом. Я его не делал. Не собирался делать. А этот вроде бы штамп голый. Но это тоже не подходил секаторам. Это их право. Что вырастет, то вырастет. Корневым отводкам я не подхожу. Они должны полностью передать. А тут от нее. Промежуточные были косой выкошены. Еще когда поднимались до корен. Вот. Вроде не нужны были тогда. Развернуться некуда. Пересадить некуда. А там дальше уже идет где-то лет под 20 слива красно-желтая. У меня есть фотографии. Урожая до, но на молодая. Это до 12 ведер. Где-то примерно. Вкуснейшая. Еще крупная. А то еще не измельчала. И отводки пошли. И вот эти отводки, которые ненавидит вся страна. Вот. Десятки, если не сотни. А вот у вас слива. Да, слива. Китайская. А у меня отводки дает. Я говорю, да. Ты-ты-ты-ты. Короткие гудки. Все. Больше человека ничего не интересует. Не успел рот сказать. Повторяет материнское качество. Она вкуснейшая. Вкуснейшая. Моя теща ела, ела, ела. Говорит. Да мне ваши эти. Крупноплодные, знаете. Которые твердые. А эти там мяконькие. Ой-ой-ой. Вот. Как она их любила. Ее-то, благодаря ей, стал уважать. А уж соки компот. Она же без горчинки. И вот это вот. Все уничтожается. Причем только скажешь. И не успеваешь добавить. Да вы что? Это да, дает. Но это такое чудо. Ну вы поняли, да? Вот. Бенефис испорчен. Говорим в основном про технологию. Корневая твердые. Это одно из величайших достоинств природы по передаче. Сортовых качеств. Ну это еще кусочек видели этих же отводков. Вот. А здесь же я говорю, Леонид Са, ну-ка покажи этим людям, как опасно делать обрезку даже мне. Даже в моем саду. Вот. Даже когда очень-очень нужно черенок на прививку. И замазан капитально, и все равно. Это в одном случае так. В другом случае вся ветка отсыхает. Уж как повезет. Это и есть горькая правда. Маточное дерево. Это жертва. Это бесконечные муки. Это изуродованное биополе. Вот. Знаете, мы тут единомышленники с Сергеем Николаем Георгиевичем. Вы заметили, семь серий мы сняли с ним телемост. Бесценное наблюдение. Бесценные данные. Я его из-за его общественной работы, и как одного из лучших садоводов России, называю великий гражданин России. Раньше таких замечали. Дорождественское правительство, вопреки этим самым мнению ученых, ну как бы сказать, консервативных ученых, авторитетных, все-таки дало Мичурину возмутительное спокойствие орден. А вот Сергееву ордену никто не даст, потому что сейчас другие времена, и заслуги совсем другие ценятся. Вот. Не хочется расшеплять эту тему. И вот получается, что мы с ним придерживаем одно мнение. Искореченное дерево имеет искореченное биополе. Да и яблони-то. То есть плоды сами, может быть, не самые целительные. Вот я уж так, я не могу без привок обойтись и вырастить 100-граммовый абрикос. Не могу. Но как подумаю, а если они не целительные? Все-таки это любое привитое дерево. Это искореченное биополе. Я никогда не скрываю правду. Кто захочет, услышит. Так, что тут, 29 минут с половиной. Все сейчас сама останавливается. Это будет бенефиций Елены Савинич. Вот. Серия номер 2. Хотя я использую, извините, эту девушку красивую только для того. Не, не только. Ее показать. И несколько приемов, чтобы прибавилось полезных. До свидания, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует...